Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! И если ты здесь впервые, то обязательно подписывайся, и я думаю, нам будет интересно вместе. Сегодня я проснулась и поняла, что у меня безумно творческое такое настроение и вдохновение, которым я с удовольствием бы хотела поделиться с вами, поэтому я просто открыла ежедневник и решила порисовать, поснимать, что-то поклеить на камеру. В общем, да, поэтому сегодня то самое творческое видео, в котором я постараюсь вас вдохновить. И если вам нравятся такие видео, то обязательно ставьте палец вверх, так я буду понимать, что они вам нравятся и что их нужно снимать и продолжать дальше. Думаю, хватит мучить вас болтовнёй, поэтому давайте скорее начнём, пока этого чёртова вдохновения не пропало. Я очень люблю вырисовывать всё карандашом, прям настально, поэтому я приступлю сразу к цвету, и всё, и хватит на этом карандаша пока что. Данная палитра, если пригодится, гуашь и акварель. И кисти нам нужны. Вот такой стаканчик с кистями. И все кисти, вот, которые у меня есть. А это даже без самой кисточки, не знаю, зачем она нужна. Я хочу вообще начать работать с чёрным цветом, не знаю, у меня такое настроение чёрный-чёрный, знаете ли. Да, я начну работать с чёрной гуашью, и вообще, наверное, только гуашью сегодня буду работать. Я не очень люблю использовать именно вот эту палитру, я обычно использую листок бумаги. Не знаю, мне просто так удобнее. И прям уверенно, короче, погнали делать ей чёрные волосы. Я не знаю, что у меня из этого получится. Думаю, что-то, что мне понравится. Блин, надо было что-то подниз. Да. Я вот так вот подниму. Чтобы не сильно всё просвечивало. Там ты на глаз наехала, значит, не будет здесь глаза. Я раньше очень сильно боялась листа, боялась красок. Но сейчас я пытаюсь с этим бороться, и, в принципе, у меня неплохо получается. Потому что я не боюсь что-то накосячить. Потому что, в принципе, я считаю, что в рисовании нет такого, что, типа, блин, я накосячила. Потому что вы рисуете, как вы хотите, как у вас получается. И, не знаю, думаю, что, в принципе, важен процесс, а не результат. В большинстве случаев. Ну, можно дальше идти. Брови. Они будут тоже чёрные. Хотя, знаете, я не сделала цвет лица. Потому что я хотела цвет лица тоже покрасить. Давайте я сначала, да, сделаю ей тон. Нанесу. Нанесу, как мейк. А потом уже всё остальное, да. Так, и мне нужно как-то, повторюсь, сделать телесный цвет. Как его сделать, я понятия не имею. Как-нибудь-то получится, надеюсь. Много алого цвета. У меня уже цвет говна получился. Ничего удивительного. Это я рисую. Кстати, смотрите, это уже похоже на телес. Ну, немножечко. Это не мои уже засохшие белила. Они у меня так по-артовски выглядят. Давайте глаза я покрашу. Вот у меня есть такой вот изумрудный цвет зелёный. Офигенский. Я нарисовала пальто, поэтому я его покрашу, я его сделаю тёмно-синий, чтобы он прям отличался от тона волос. То есть был синий, но довольно-таки тёмный. У меня есть гуаши синяя светлая, синяя-тёмная. Я думаю, мне нужна синяя-тёмная. Возможно, даже я её смешаю ещё с чёрной краской. Вот, не знаю, видно вам или нет, но здесь дофига краски. Я просто обожаю вот такую вот консистенцию краски. Вот, она так похожа на масло, но это гуашь. Вода снова сменена. И сейчас приступим делать фон. Фон я прям хочу здесь сделать офигенный такой мятно-жёлтого цвета. Сейчас я возьму вот этот светло-жёлтый цвет. Добавлю в него, скорее всего, белый. И так, появлю такой цвет. Вот эта страничка у меня готова. И чтобы завершить весь разворот, я решила на этой стороне сделать как бы калаш, приклеить вырезки. И, в принципе, знаете, я подобрала именно такие вырезки, чтобы в целом вся эта страничка у меня смотрелась, вы знаете, в стиле а-ля Барселона. Не знаю, я просто этим летом очень сильно хочу в Барселону. И вообще куда-нибудь хочу. Вот, поэтому я хочу эту страничку сделать в таком стиле. Вроде бы это получится классно. И не знаю, как вам, но мне действительно это напоминает Барселону. Вот, поэтому я сделала её в этом стиле. Мне кажется, есть ещё миллион вырезок, вы об этом знаете, но вот эти я подобрала сюда. И, по-моему, это идеально и гармонично вообще смотрится. Давайте я приклею и посмотрим, как это будет в итоге смотреться. Этот разворот я хочу превратить в одну страницу, то есть нарисовать вот здесь такую девушку какую-нибудь, а здесь какую-нибудь фразу, цитату, не знаю, или какой-нибудь текст. В общем, думаю, получится прикольно, ярко. И начну я с жёлтого фона. Почему жёлтого? Просто я так хочу. В общем, начнём с фона. Здесь я уже накидала небольшой эскиз, чтобы прям сильно всё не закрашивать, не заходить за контур. Так, и фон я буду делать не акварелью, а гуашью, скорее всего. Почему я оставила такой большой круг? Потому что я хочу, чтобы она была такая, знаете, афро... Афро-женщину, в общем-то, рисую. У неё будет такая объёмная, большая прическа, огромные кудри. Вот, это будет стряться эффектно. В принципе, фон почти высох, поэтому я возьму свой любимый карандаш. Он в форме ручки. И чем он мне нравится? Тем, что у него очень тонкий вот этот сам стержень. И им делать эскизы просто вообще супер. Мне безумно нравится, поэтому я его использую. Как я уже сказала, вот здесь у него будет прям афро-афро такие кудри. Позначу контур. Я постановилась на это, потому что я уже всё испортила. Блин, я вам в конце покажу, какой у меня просто бардак на моём столе творится. И, в принципе, в моей комнате, когда я рисую, снимаю ещё и видео. Это просто хаос. Я вам потом покажу. Здесь невозможно ничего найти. Я вам в конце обязательно покажу. Здесь этот творческий беспорядок. Продолжу я делать их сразу красками, чтобы не терять время. Или же сделать всё гелевой ручкой, может быть, чёрной. А ладно. Буашь этот буашь. Ну вот, в принципе, её афро-волосы готовы. И мне очень нравится, как получился результат именно гуашью. Что не пришлось никакой гелевой ручкой всё это вырисовывать. Потому что так намного ярче и эффектнее, по-моему, смотрится. Сюда я решила написать такую немножечко смешную фразу. Не знаю, насколько она избилет уместно. Но я её вспомнила. Она мне понравилась. И звучит на так. Все в мире такие же убогие и пустые, как я. Просто они лучше притворяются. Не знаю, мне эта фраза понравилась. Она из фильма «Почти 17». Мне она нравится. И почему бы и нет. Вот. Поэтому давайте я её обведу, наверное, ручкой. Наверное. Я вспомнила, что у меня есть вот такие вот маркеры. Вот. Они чёрные. И думаю, неплохо подойдут сюда. Потому что рисовать кистью и гуашью, думаю, у меня не получится. Он уже плохой. Он засох, плохо пишет. Сейчас я попробую найти такой же маркер, но потолще у меня было. Вроде бы вот он. Проверяем. Он тоже пишет. Хреново, конечно. Но пишет. Давайте попробуем. Так. Надеюсь, я сейчас всё не испорчу. Как это обычно бывает. Так, цвет её лица, может быть, его покрасить или нет. Может быть, его делать более серым. Или оставить его так. Я не особо умею вообще рисовать. И тени я плохо вижу. Но если они прям очевидны, то я их рисую. Я решила всё её тело покрасить тоже серым цветом и сделать тень просто на тон темнее, чтобы это смотрелось более эффектно, что ли. Ну, то есть, как-то поживее она смотрится у меня. Ну вот, эта страница тоже, в принципе, уже высохла. Мне особенно нравится, как получились волосы. Не знаю, я прям кайфую. Как тени тоже я сделала неплохо. И давайте полюбуемся на нашу вторую страничку. Вот она, она уже тоже давно высохла. Здесь она получилась такая более коллаж, а эта более разрисованная. Помнила, что обещала вам показать весь хаос, который у меня творится после съёмок на моём рабочем месте. В общем, не знаю, готовлю ли вы, но я показываю. В общем, это реально очень творческий беспорядок. Обычно всегда у меня здесь чисто и здесь почти ничего нет. Но после моих съёмок, после того, как я что-то снимаю, что-то делаю, у меня реально вот такой вот просто трэш. Я не понимаю, как это происходит. Просто в одно мгновение у меня всё чисто. Потом у меня сразу же, хоп, и вот такой вот трэш творится вокруг. У меня есть просто всё. У меня есть кофе недопитый, миллион кружек, как это обычно бывает. У меня вот такой вот штатив, на который я снимаю. Вот сюда вот ставлю камеру и вот так вот снимаю. В общем, не поняли. И этой лампой я почти не пользуюсь никогда. Только если вечером мне нужен свет. Но я с ней не снимаю, потому что мне, в принципе, хватает света, который идёт от окна. И этот стол я специально двигаю к окну, чтобы у меня был свет. Так он у меня обычно стоит по-другому. Вот, и я реально вожу здесь просто хаос. У меня вот кошка уже, видите, улеглась на моё место. Боня, кс-кс. Кс-кс. Вот она такая лежит. Журналы, коллажи, которые я делаю. Все эти вырезки. У меня обычно всё здесь валяется. Я не понимаю, как это происходит. Кровые палочки, да. Просто потому, что я люблю перекусить краловыми палочками. Ну, в общем, вы примерно поняли, какой у меня здесь творится трэш. И сколько мне сейчас придётся убираться в комнате. А потом ещё и монтировать для вас это видео. Но я не жалуюсь мне только в кайф. Тем более, когда на улице такая погода. Смотрите. Блин, у меня за шторами всё не видно. Ну, в общем, там идёт дождь. И не знаю, я кайфую от такой погоды, когда я сижу дома. И когда тем более мне нужно заниматься какими-то такими домашними делами. Убираться, монтировать видео. Это, по-моему, идеальная погода для работы дома. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте ему лайк. Если оно вам понравилось, если оно вас хоть немножечко вдохновило. И вы захотели что-то такое поделать, порисовать, поклеить, повырезать. Не знаю, хоть что-то. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить подобные ролики. И вообще другие все мои ролики. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Туда я стараюсь загружать красивые фотографии. И на этом-то, в общем-то, всё. Всем спасибо большое за просмотр. Всех целую. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok